В нашем прекрасном и непостижимом мире возможно даже то, что в принципе невозможно, особенно когда дело касается боевых искусств, в которых каждый может быть великим мастером. Главное придумать то, в чем ты этим самым мастером станешь. Приветствую вас дикие бронтозавры, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на самые невероятные боевые искусства в мире, которые все же существуют. Бороться со злом нужно внутри себя, а не сражаться со злом в других. Также и заниматься боевыми искусствами нужно самому. Но это не зло, так что можно и посмотреть, как это делают другие. Представляю вашему вниманию самый прекрасный промоушен по единоборствам, по крайней мере для зрителей мужиков. Это бои среди красоток в нижнем белье. Вернее сказать, не бои, а борьба, так как здесь удары запрещены. Чтобы прекрасное личико не превратилось в кровавую кашу, ведь тогда карьера красотки закончится. Все не то, чем кажется, но и не наоборот. Всем вам известно, что в боксе очень много зависит от работы на ногах. Но вот что делать, когда у тебя ног нет, а бокса хочется? Принимать участие в боях на инвалидных колясках. К этому состязанию можно относиться по-разному. Для кого-то это бездумный мордобой, ведь бойцы просто сидят на месте и избивают друг друга. Но кто-то восхитится такими людьми, которые, несмотря на серьезные недостатки, занимаются единоборствами и выходят в ринг, пока абсолютно здоровые люди бухают лежа на диване, находя себе новые оправдания. Благородный человек думает о том, что должен сделать, а низкий – о том, что выгодно. А о чем думал изобретатель этого состязания, я даже не знаю. Суть этого единоборства проста, как двери. Отбить голени сопернику. Из защиты можно использовать только солому, которую ты можешь запихнуть в штаны. Если кто-то из вас ударялся голенью о кровать, или лучшие из вас попадали ногой в колено на тренировке, тогда вы понимаете, что это за адская рубка. Бывает очень жаль, что человек наконец-то уходит. А бывает смотришь на новые боевые искусства и становится так жаль, что ты ничего не понимаешь. Суть этого непонятно чего в том, что мужики жонглируют своими кеглями и одновременно могут этими же кеглями сбивать кегли других участников, а также лупить их по рукам, а может и по голове. Здесь вообще мало что понятно, но суть прожонглировать через все поле и не потерять все кегли. Некоторые люди в культурном обществе медленно говорят, потому что им постоянно нужно переводить в голове все слова с мата. А некоторые диванные бойцы так хотят славы, что придумали себе гладиаторскую лигу. Боев подушками. И мужики всерьез выходят в ринг, чтобы надавать друг другу лящей подушками. Ну а высшим уровнем мастерства считается такой бой, сидя на колоде, где еще нужно держать равновесие. Большинству женщин лучше всего подходит костюм Евы, но, конечно, если кое-где его ушить. А большинству шахматистов лучше в ринг не подниматься, ровно как и боксерам не садиться за шахматы. Но есть на земле гениальные люди, которые соединили эти два несоединимых вида спорта в один. Раунд бокса, раунд шахмат. Выиграть можно нокаутом или матом. У кого преимущество в таком боевом искусстве, даже не знаю. Удача улыбается смелым, а потом долго над ними ржет. А бои карликов у кого-то вызывают улыбку, у кого-то досаду, а у кого-то уважение. Бои гномов. Именно так называется боксерский промоушен, на котором дерутся карлики. Но не думайте, что это просто шоу. Пацаны серьезно готовятся к боям и рубятся в полную мощь. Так что их можно уважать как бойцов. А вот цель организаторов оставим на их совести. Легче зажечь одну свечу, чем проклинать темноту. Так и в боях. Легче смотреть дома на диване, чем проклинать соперника после нокаута. Ганрю Дзима. Реальный промоушен ММА в Японии в полный контакт, который призван все-таки выяснить, какое же единоборство самое крутое. Здесь встречаются представители разных чистых стилей, но дерутся они в круге, который окружен пропастью в тумане. Три раза вылетел, проиграл. Разрешены все удары, но партер ограничен 15 секундами. Как вам такой кровавый спорт с нокаутами и жесткими болевыми? Прежде чем что-то пообещать, хорошо это обдумай, ибо обещание есть долг. Особенно это относится к интернет-бойцам в комментах. Вы наверняка знаете, что все знаменитые люди подвергаются критике. Так вот в Америке придумали шоу «Бокс звезд», где в ринг выходят знаменитые люди и раздают друг другу плюшки, не имея никаких навыков в единоборствах. А все хейтеры звезды могут смело писать в комменты, что он никакой. Ну а напоследок два слова про яма файкинг. Одну из модернизаций правил ММА за счет клетки, которая имеет косые уступы по краям, что не позволяет бойцам работать в клинче, который многим зрителям не нравится, а сразу переводит бойцов в партер. Сказка для борцов и джитсеров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, в каком единоборстве вы бы стали чемпионом. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силой вы можете, став спонсором канала. Даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к арме. Или поддержите канал любой суммой по ссылке в описании. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем, куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Защита! Защита! Нога же мне, я просто знаю. Переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кодык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok